Пекин выразил протест против неправомерных санкций Вашингтона за связи с Россией. Электропередача сверхвысокого напряжения открывает новые возможности для китайской энергетики. ЛЭП сверхвысокого напряжения эффективно обеспечивают электроэнергией весь Китай. Поднебесные принимают меры для возрождения сельской местности. Госкомитет по делам здравоохранения КНР сообщил о ситуации с коронавирусом в стране. Китай продолжает укреплять экономические связи с другими государствами. Китай планирует вносить свой вклад в глобальное развитие прав человека и идти по собственному пути в этой сфере. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Циньган, выступая по видеосвязи на 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Дипломат выразил протест против попыток очернить Китай с помощью спекуляций на теме внутренней политики в Синьцзянойгурском и Тибетском автономных районах. Также министр подчеркнул, что КНР заботится о процветании Гонконга на основе принципа «одна страна – две системы». При этом Пекин всегда стоял на страже государственного суверенитета и национальных интересов в сферах безопасности, стабильности и экономического развития. По словам Циньгана, закон 2020 года о защите национальной безопасности в Гонконге еще сильнее укрепил статус региона как Международного центра финансовых операций, торговли и коммерческого судоходства. Также дипломат затронул тему возможного сброса в океан воды с японской аварийной АЭС «Фукусима-1». Циньган заявил, что международное сообщество должно призвать Токио к утилизации воды прозрачным, научно обоснованным и безопасным способом. Пекин протестует против санкций Вашингтона в отношении китайских компаний за связи с Россией. Об этом сообщила Мао Нин, официальный представитель МИД КНР. По ее словам, незаконные односторонние действия США не опираются на международное право и наносят большой ущерб интересам Поднебесной. Новые инструменты давления со стороны Вашингтона не имеют ни малейшего законного основания и не подкрепляются одобрением Совбеза ООН. Это типичные односторонние санкции и юрисдикции длинной руки. Мы крайне недовольны тем, что Соединенные Штаты ущемляют интересы Китая и выражаем решительный протест. Мы уже сделали американской стороне серьезное представление по данному поводу. Пекин придерживается объективной и взвешенной позиции по украинскому вопросу, выступая за политические методы урегулирования конфликта. Дипломат подчеркнула, что США способствуют эскалации вооруженного противостояния, направляя Киеву огромную военную помощь и распространяют ложную информацию о поставках оружия из КНР в Россию. Это лишь повод для давления на китайский бизнес, которое говорит о двойных стандартах Вашингтона. Мао Нин призвала США снять санкции с предприятий КНР и содействовать мирным переговорам участников украинского конфликта. При необходимости Китай готов принимать контрмеры для защиты законных интересов своих компаний. Многие источники возобновляемой энергии в Поднебесной удалены от населенных пунктов, поэтому линии сверхвысокого напряжения имеют огромное значение для инфраструктуры КНР. Такое мнение выразила Хе Гуанхуа, член Всекитайского собрания народных представителей. Опираясь более чем на 20-летний опыт работы в энергетическом секторе, она готовится выступить с собственным предложением по его модернизации на предстоящих сессиях высшего законодательного органа КНР. Провинция Дзянсу отличается развитой промышленностью и потребляет около 6% электроэнергии в стране. Но более половины этого объема приходится генерировать с помощью сжигания угля. Увеличение поставок экологически чистой энергии из центральных и западных районов КНР в наш регион будет способствовать устойчивому качественному росту экономики. Это сделает энергетику более экологичной. В Китае уже есть технологии электропередачи сверхвысокого напряжения и все необходимые производственные возможности для того, чтобы воплотить в жизнь предложение Хе Гуанхуа. По предварительным расчетам поставки электроэнергии в Дзянсу можно увеличить на 8 миллионов киловатт. ГЭС Бэйхэ Тань снабжает электроэнергией, находящейся на расстоянии почти 2000 километров, город Ханьчжоу, провинции Джэцзян. Передача электричества из одного конца страны в другой – непростая задача, в том числе из-за высоких потерь энергии. Решить проблему позволяют современные ЛЭП сверхвысокого напряжения, которые эти потери минимизируют. Система линий сверхвысокого напряжения позволяет передавать электроэнергию в больших объемах и на большие расстояния. Затраты небольшие, потери энергии тоже. Например, при передаче постоянного тока напряжением 800 тысяч вольт на несколько тысяч километров теряется всего 5% электроэнергии. Станция в Ханьчжоу получает постоянный ток от линий сверхвысокого напряжения и преобразует его в переменной. Вот эти висящие на высоте 14 метров приборы – преобразовательные клапаны. Это самое важное оборудование – сердце этой станции. Проект «Бэйхэтань Джэцзян» стоимостью более 4 миллиардов долларов будет завершен менее чем за 16 месяцев. Станцию планируют полностью ввести в эксплуатацию уже к лету. Ожидается, что проект обеспечит электроэнергией более 8,5 миллионов семей, проживающих на востоке Китая. Это сложный проект. Требования к электроизоляции высоки, строительство трудоемкое. Проект охватывает 5 провинций, а перед началом эксплуатации необходимо провести большое количество испытаний. «Бэйхэтань Джэцзян» – один из 37 проектов государственной электросетевой компании Китая. Ее представители говорят, что чистая энергия, которая передается по ЛЭП, сократила общие выбросы углекислого газа в Китае почти на 2,5 миллиарда тонн. В прошлом мы в основном полагались на сжигание угля. Количество электроэнергии, которое мы вырабатывали, зависело от того, сколько тонн угля мы отгружали местным электростанциям. Новая энергетическая инфраструктура создает и новые возможности для ведения бизнеса. Только за прошлый год в проекты государственной электросетевой компании Китая в области сверхвысокого напряжения вложили более 20 миллиардов долларов. В деревне Мяо-Дзя провинции Джэцзян живет чуть больше трех тысяч человек. Деревня небольшая, но очень современная. Огромную детскую площадку, уличные тренажеры и другие зоны для занятий спортом здесь построили не так давно, в позапрошлом году. Жители деревни говорили, что им нужны места для отдыха и занятий спортом. Мы учли их пожелания, переоборудовали старую площадку и создали новое общественное пространство. На благоустройство ушло более 10 миллионов юаней. Часть расходов покрыли государственные субсидии. Остальные средства выделили из местного бюджета. У нас много статей дохода. Мы развиваем туризм, сдаем в аренду недвижимость, у нас работают кооперативы. В прошлом году наш общий доход составил почти 15 миллионов юаней. Почти треть средств выделяется на субсидии жителям. 69-летний Сюи Гэньцзин рассказывает, что его семья получает около 200 тысяч юаней в год. Это зарплата в кооперативе, пенсия и выплаты от местных властей. Субсидии увеличиваются с каждым годом. В прошлом году это было 600 юаней, сейчас 800. На всю нашу семью мы получили больше трех тысяч. В прошлом году доход на душу населения в Мяо-Дзя превысил 56 тысяч юаней. Это на 20 тысяч больше, чем в среднем по провинции Джидзян. И секретарь деревенского порткома Лу Жунзе уверен, что это не предел. Мы планируем привлечь в деревню больше высококлассных профессионалов. Здесь много возможностей и в туристической отрасли, и в сфере ухода за пожилыми людьми, и в области управления недвижимостью. Раньше мы нанимали сторонние компании, но сейчас хотим основать свои, чтобы в них работали наши жители. В других китайских деревнях жители и власти также прилагают усилия, чтобы увеличить доходы и сделать жизнь более комфортной. В прошлом году средний доход в сельских районах по всей стране превысил 20 тысяч юаней. Это на 4% больше, чем годом ранее. Темпы роста этого показателя выше, чем во многих городах, что позволяет сократить разрыв в доходах между городом и деревней. Ситуация с коронавирусом в Китае остается стабильной. Об этом заявили в Госкомитете по делам здравоохранения КНР. Новых крупных вспышек ни в одной провинции зафиксировано не было. Есть лишь единичный случай в отдельных районах страны. Сегодня власти стремятся усовершенствовать механизм реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и системы поставок лекарств и медицинского оборудования. Не только центральное правительство, но и местные администрации и различные учреждения должны работать над увеличением запасов лекарств и всего необходимого для неотложной медицинской помощи. Речь идет не только о количестве, но и о расширении ассортимента медицинских препаратов. Также Го Яньхун сообщила, что планируется увеличить количество специальных бригад врачей-спасателей. Сейчас их 40, вскоре появится еще 20. Специалисты будут помогать регионам, столкнувшимся с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. Аналитики ожидают устойчивого роста китайской экономики после смягчения антиковидных мер в стране. На этом фоне продолжает развиваться интеграция КНР с международными бизнес-структурами. Один из гигантов мировой промышленности, которые делают ставку на Поднебесную – американская компания «Хансмен». На своем заводе в Шанхае она ежегодно производит 400 тысяч тонн полиуретана. Этот материал используется при строительстве зданий, производстве мебели, транспортных средств и другой продукции. Китайский рынок полиуретана – крупнейший в мире. Этот сектор промышленности развивается в КНР уже более 50 лет. Наша компания уже восстановила цепочку поставок, научно-исследовательскую работу и производство после спада, связанного с пандемией. Скорее всего, в этом году мы сосредоточимся на двух сферах применения нашей продукции – строительство и транспорт на новых источниках энергии. За последние 25 лет компания «Хансмен» инвестировала в китайский рынок 15 миллиардов юаней. И это далеко не единственный пример крупных иностранных вложений в экономику КНР. Несмотря на пандемию, Поднебесной удалось сохранить большинство торговых и инвестиционных потоков. Одна из главных причин в том, что в мире нет самодостаточных регионов. Это отметила консалтинговая компания McKinsey в недавнем аналитическом отчете. В ближайшее время международным корпорациям потребуется пересмотреть подходы к работе во многих сферах – от интеллектуальной собственности и брендинга до управления кадрами и цепочками поставок. За последние несколько десятилетий бизнес смог повысить производительность и выстроить эффективные логистические процессы. Теперь время повышать их гибкость и внедрять инновации. Аналитики McKinsey считают, что за последние 40 лет связи между экономиками мира стали еще более тесными. Китай играет важную роль в этой интеграции. Международные бизнес-структуры регулируют глобальные торговые и финансовые процессы, связанные с Поднебесной. На них приходится около 2-3 мирового экспорта.